У дома по адресу Алексея Толстого 108 в этом году еще весной заменили элементы теплового узла, который обслуживает сразу несколько домов. Обновили оборудование и подготовились к подаче отопления. Но при включении произошел порыв на участке центральной трубы. Специалисты управляющей компании при поддержке ресурсников определили место порыва. Были организованы необходимые работы, чтобы обеспечить жителей теплом. На данный момент самое важное людям дать тепло, потому что погода неблагоприятная. Ну, естественно, продули мы, естественно, проверили, прошлись по квартирам, чтобы не было никаких проблем. Сейчас тепло идет, 100% на все как положено. Все адресные и точечные ситуации обсуждали сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии на еженедельном совещании, которое провел руководитель ведомства Александр Андреянов. В настоящее время тепло поступает в большинство многоквартирных домов. В несколько десятков объектов теплоноситель подадут повторно после устранения небольших повреждений на теплотрассах. Обсудили и текущую ситуацию на трех участках, где продолжаются работы по обновлению теплотрасс. Они не влияют на подачу тепла в ближайшие дома, поскольку заранее были собраны временные схемы. Работы по укладке новых труб, то есть сборке постоянной монтажной схемы, должны завершить в течение недели. На включение отопления они сейчас не влияют, потому что все включено по резервным схемам. Сейчас у нас стоят сроки по трем адресам. Основной это у нас Карл Маркс, Старозагора, Кирово, где-то 30 число. Ну и соответственно, с благоустройством мы уходим уже точно не на постоянную схему, а на временную. Поэтому вопрос достаточно жестко обсуждался и вчера. Он стоит на контроле у исполняющего обязанности главы. Ну, что поделать. Пока вот случилось так. Но при всем при этом, подчеркиваю, дома все с отоплением. Напомним, что в текущем году в городе модернизируют 24 объекта теплосетей, около 28 километров трасс в двухтрубном исполнении. Также в городе продолжают работу профильный городской штаб и горячие линии по вопросам обеспечения теплом. С начала топительного сезона от жителей поступило более полутора тысяч обращений по 620 адресам. Почти все заявки отработаны, остальные проверят и примут меры в кратчайшие сроки. Эта работа должна быть в приоритете у всех профильных служб, подчеркнул накануне исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Он поручил отследить ситуацию с адресами, по которым отключения происходили повторно, подготовить карту основных мест, где порывы происходят чаще, чем на остальных, чтобы в следующем году в первоочередном порядке начать перекладку именно этих сетей. Профильные службы уже начали формировать перечень адресов, которые войдут в план 2025-го. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.